я приветствую всех кто смотрит данное видео покажу вам как вязать этот очень простой узор узор из категории филейных потому что здесь чередуются пустые клетки и заполнены в определенном порядке что вот образуются такие квадратики красивые вязать я буду пряжей нарцисс это стопроцентный хлопок 100 граммах 400 метров крючок номер два первый ряд предлагаю пометить первую петлю цепочки крайнюю маркером потом вы поймете для чего после этой петли провязываю 3 петли вместо столбика две петли для арки эти петли пропускаю и еще на цепочке по схеме нужно пропустить 3 петли отсчитываем вот как раз помечены петли это первое 1 2 3 и в четвертую провязывать столбик с одним накидом но поверьте если мы убавим на одну петлю это только плюс иначе будет очень большая арка провязать столбик с накидом маркер больше не нужен далее 2 воздушные петли на цепочке пропускаю две петли 1 2 начиная с 3 провязываю столбики с одним накидом всего нужно провязать 7 столбиков по одному в каждую петлю первоначальной цепочки 2 2 2 2 2 2 2 2 3 7 далее 2 воздушные петли на цепочки пропускаю две петли в третью провязываю столбик с накидом снова 2 воздушные петли на цепочки пропускаю две петли и начиная с 3 точно так же провязываю 7 столбиков с накидом по одному в каждую петлю цепочки не торопитесь чтобы все выглядело красиво аккуратно и вот так будет это выглядеть две арочки по две арочки 7 столбиков две арочки 7 столбиков так до конца ряда в конце будут 7 столбиков первый ряд связан выглядит так второй ряд вязать так же как и первый над столбиками столбики над арками арки начиная вместо первого столбика 3 петли подъема поворачиваю и над каждым столбиком по одному столбику с накидом 2 петли над столбиком столбик с накидом 2 петли и снова над каждым столбиком по одному столбику так провязывать до конца ряда в конце ряда арка две петли над столбиком столбик и последняя арка две петли и столбик провязывать на третьей петлей смотрите 1 2 это для арки а 3 у нас будет для окончания ряда обратите внимание арка выглядит такого же размера как и верхняя если бы было на одну петлю больше как на схеме арка было бы великого то вот это это на что я обращаю ваше внимание далее третий ряд смещаем узор там где были арки теперь провязываем столбики там где столбики провязываем арки начинаем вместо первого столбика 3 петли далее под арку у нас здесь две петли значит провязываем два столбика с одним накидом над столбиком один столбик под следующую арку два столбика и над крайним столбиком один столбик если посчитать будет 7 столбиков 2 4 6 7 далее две воздушные петли пропустить два столбика следующие и на третьем это будет средний из 7 столбиков провязать столбик с накидом снова 2 воздушные петли над крайним из 7 столбик с накидом а дальше все повторять под арки столбики по два в каждую арку над столбиком и над крайним из 7 столбиков мы смещаем здесь у нас были заполненные ячейки здесь пустые теперь у нас здесь будут заполненные ячейки здесь пустые каждая ячейка образована столбиками по краям и две воздушные петли так провязывать до конца ряда очень легкий узор он хорошо смотрится в полотне когда много связано когда начинаешь вязать вроде бы ничего особенного а в полотне смотрится хорошо находим средний четвертый столбик над ним столбик с одним накидом вот здесь в конце два столбика пропускаем а здесь были в самом начале воздушные петли провязать столбик в верхнюю петлю петель подъема четвертый ряд вязать так же как и третий над арками арки над столбиками столбики начинаем ряд с петель подъема заканчиваем столбиком верхнюю петлю петель подъема предыдущего ряда начинаем 3 петли для столбика 2 петли для арки над столбиком столбик с накидом 2 петли и начинаем над каждым столбиком по одному столбику связано 4 ряда 4 ряда это вертикальный раппорт дальше узор повторяется с первого ряда над столбиками провязывать арки над арками столбики два ряда так провязали далее меняем арки и столбики между собой все это располагается в шахматном порядке и следующие четыре ряда это второй раппорт и так начинаем 3 петли вместо столбика 2 для арки два столбика пропустить на центральным из 7 столбиков ориентир вот вот эта линия это и есть центральный столбик а не провязывать две воздушные петли два столбика пропустить или же над крайним чтобы каждый раз не считать далее под каждую арку по два столбика над столбиком над одиночным столбик и над первым из группы столбиков провязывать ряд до конца следующий ряд над столбиками столбики над арками арки еще один момент обращаю внимание вот на что как вязать в последнюю арку здесь у нас три столбики 3 воздушные петли вместо столбика 2 для арки провязываю два столбика и последний столбик верхнюю петлю петель подъема верхней отсчитываем 1 2 3 в третью петлю если считать снизу провязать столбик с накидом последний считаем два четыре шесть семь поворачиваемся и вяжем дальше столбики арки столбики арки столбики арки все наш узор довязан вязать просто смотрится очень симпатично всем рекомендую и я немножко еще вам расскажу вот о чем вязала я по данной схеме столбики 7 столбиков 2 петли столбик 2 петли столбик 12 петель раппорт горизонтальный 4 ряда раппорт вертикальный это схема данного узора теперь я вам покажу очень похожий узор точно такие же заполненные ячейки и пустые но вот правый узор посложнее чем левый почему смотрим узор вертикальный раппорт узора 6 рядов здесь мы провязываем уже по три ряда столбиков и если мы вязали вот в нашем узоре 2 петли столбик 2 петли то в данном узоре вязать 3 петли столбик 3 петли в следующем ряду 2 петли 3 столбика 1 столбик по центру над одиночным столбиком и по одному столбику до и после после столбиков снова 2 петли то есть 3 петли 2 петли а в третьем ряду 3 петли столбик 3 петли этот узор немного посложнее но принцип вязания такой же поэтому на одном уроке я рассказала вам о вязание двух узоров возьмите себе узоры в копилочку другие узоры смотрите в плейлисте узоры а для начинающих есть отдельный плейлист с очень простыми узорами он так и называется простые узоры на этом все подписываемся на канал теперь оставляем комментарии нажимаем на колокольчик чтобы не пропустить новые полезные видео и ждем их пока пока до новых встреч